Теперь приступаем к процедуре выдвижения и предложения кандидатов на должность председателя Назаровского городского севера депутатов 5-го СССР. Пожалуйста, уважаемые делегаты, Сергей Иванович Первый, пожалуйста, у нас в списке партийный был Первый. Добрый день, уважаемые коллеги. Я предлагаю рассмотреть кандидатуру Марта Сорги Владимировна, на должность председателя Назаровского городского совета. Я говорил об этом с руководителем Красноярского края, говорил об этом с полковником нашей партии, говорил об этом с депутатами, что будут выдвигать эту кандидатуру инициативно. Считаю, что это самый достойный на сегодняшний день претендент на должность. Человек, имеющий в большую практическую работу, педагог по образованию нации, в экологии образовательных учреждений. Человек получила мандат доверия от жителей города Назарова, кому как не едет, на сегодняшний день руководит Красноярским советом. Прошу поддержать эту кандидатуру. Так, хорошо. Марту Сорги Владимировна. Понятное предложение. Так, мы тогда давайте так говорим сейчас. Сначала идет процесс движения, а потом помнили движение, мы будем нашлять процедуру голосования по включению велики для данной голосования. Не по каждой часть кандидатуры. То есть я понимаю так. То есть сейчас мы выдвигаем, потом по очередности, по факту движения предоставляем слово. Там самоотводится, а вот человек уходит, говорит слова определенные, что он хочет говорить. Потом идет процесс процесс голосования для открытого голосования, для включения велики. То есть, чтобы было понятно, сама процедура, да? Потом, по факту совершения процедуры выдвижения, мы начинаем, еще на 10 месяц отпускаем этот улетение, выделяем перерыв и начинаем с тематографии на вопросах. Ну, давайте так, чтобы было принимать. Так, Клинахилову Марту Сорги Владимировна, я делаю миссию на... Так, пожалуйста. Какие еще вопросы? Я, можно? Так, пожалуйста. Я предлагаю надложим председателем Назарского городского совета депутатов Ленёву Елину Анатольевну. Ленёву Елину Анатольевну. Так, Елина Анатольевна. Она здесь у нас, Елина Анатольевна? Да? Да. Здесь все движется. Спасибо. Ленёва Елина Анатольевна. Елина Анатольевна. Да, пожалуйста. Так, пожалуйста, Андрей Павлович. Продолжение следует... ...педагога, прекрасного директора школы. Я вместе с ней когда-то учился в одной школе, мы знаем друг друга давным-давно. Но я думаю, что на должность председателя нужно выбирать человека более опытного. С большим знанием бюджета, хозяйственных дел города, с большими связями, краевой администрацией. Потому что нужно будет защищать интерес города и на уровне законодательного собрания края, на уровне администрации, губернатора. Поэтому я предлагаю кандидатуру Сергея Александровича Секова. Это очень грамотный, ответственный, честный и порядочный человек. И я считаю, что это самая подходящая и достойная кандидатура. То, что в городе говорят, что негативная репутация, я считаю, что это все искусственно созданная репутация нашей СМИ. Я это называю желтые СМИ. Для себя это мое личное мнение. И считаю, что каждый должен оставаться в первую очередь человеком. А потом уже все остальное. Про меня тоже очень много ходит различных слухов, что я развалил молочный завод в свое время. Потом, да. Значит, и часовный 16 века тоже развалил. Поэтому мое мнение Сергей Александрович Сергеевич. Спасибо. Так, еще какие-то предложения, пожалуйста. Есть еще предложения? Кто-то себя может предложить, пожалуйста. Не хочет? Ну, тогда, если предложения нет, тогда подводим черту. Да? Вот у нас в здоровом режиме. Значит, у нас выгнали себе три кандидата. Марку Сульду Владимировна, Лидия Ирина Анатольевна, Алексея Сергеевича. Значит, ну, сейчас, как мы договорились, переходим на сегодняшний день. Так, Ольга Владимировна, Маркус. Ольга Владимировна, пожалуйста, поднимитесь, делаем последний всем. Маркус Сульду Владимировна здесь. Значит, Ольга Владимировна, ну, первый вопрос. Самоход есть, нет? Нет. Самохода нет. Самохода нет. Так. Слово даю? Нашим. Не надо? Почему? Верный Горбин говорит, что у нас сказали, что есть это слово. Потом уносим на голосование, открытое. Ольга Владимировна, пожалуйста, вам предложение несколько слов. Самохода нет. Ваши пожелания, предложения. Добрый вечер, уважаемые делегаты, гости, президиумы. Сегодня мне оказана большая честь, большое доверие в том, что мою кандидатуру выдвинули на должность председателя городского совета. Я отношусь к этому очень ответственно и понимаю всю ту работу, которую я делала до сих пор. Она, конечно, значима, но она далека от того, чем мне бы предстояло заниматься, работая в городском совете. Но, веря в свои силы, зная себя и являясь членом партии, я думаю, что с этой должностью мне справиться по силам. Большое спасибо за оказанное доверие. Если есть вопросы, я готова ответить. Вопросы есть? Пожалуйста, делегаты, участники конференции. Нет вопросов? Спасибо. Так, слово второй выбор, значит, следима Ирина Анатольевна. У вас есть самоход? Так, есть самоход? Так, конференция правильная. Есть самоход? Правильная. Правильная. Тогда же вы видите, если Сергей Александрович сейчас тоже возьмет самоход, вы опять любите свою кандидатуру, потому что по уставе, к сожалению, минимум норма не видит лучший кандидат. Нет, 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 я же почитал устав и положение. Там церковь есть, умение кандидата, поэтому мы должны... У нас есть еще один. Еще один есть. Так, хорошо. Хорошо, мы с самоходом голосуем. Так. Нет, не голосуем, сейчас у вас с Ташей. Уважаемые ребята конференции, я предполагал, учителя, что я руководитель без пределения партии, безусловно предполагал, что моя комиссия будет предложена, потому что у нас большая партийная организация, проводим большую партию, партийную работу, безусловно. И я очень благодарен своим предложениям, которые поступили, и такие предложения, я знаю, поступали предварительно, но я аргументировал свой некий обоснованный отказ тем, что мне, когда я приезжал из города Коснянска к городу Назарова, была доверена очень серьезная работа. Ну, она как бы так, насколько кажется, какая-то там организация небольшая, вот раз, да? Как бы вот, а вот Сергей Владимирович Курилович, сейчас мы здесь едем, да, Сергей Владимирович, здесь? Здесь. Член партии, делегат конференции, он понимает, что это за организация степенью серьезности, это опасные производственные объекты. Я уже в течение года, второй год отработаю руководителем территориальной службы по западной группе районов. Это все, что связано с классификацией объектов, здравоохранительной станции, обеспечение населения самым удовольствием населения в этом газе, в западной группе районов. Поэтому мне руководство Красноярского края, для результата, очень серьезной работой, ну, и, как говорят, не видят пока альтернативы для замещения данной должности в западной группе районов. Поэтому я с достойностью принесу это обязательство, мне нравится заниматься этой функцией. Безусловно, я в прошлый год был, да, избран, конференции сроком на пять лет, на пять лет сектора местного отделения партии, не планирую покидать пост руководителя местного отделения партии, планирую работать дальше. Почему? Потому что, во-первых, у нас все с вами очень хорошо получается, и выборные кампании, реализация партийных проектов, мне очень комфортно работает наша общепартийная городская организация, все очень хорошо. Я готов представлять интересы нашей городской организации в качестве депутата городского совета, который я избрал, и получил соответствующий мангар. Поэтому я тут на ветер, конечно, я понимаю, что те, кто меня отвлекал, скажут, что есть очень плохо, что есть очень плохо, что это самое, но я тоже хотел взять самоход. Вот такое изображение. Но опять же, понимая все эти наши платы, соответственно, сверху, если я беру самоход, у нас тогда получается... А может быть, все-таки вам не надо... Выборы у нас не состоятся сегодня. И мы, представители, не изберем. А не изберем представители у нас пятого, да, сессии? Пятого сессии у совета. Коллега, смотрите, что получается. У нас повестка опубликована, и в повестке сессии значится. У нас, во-первых, полномочия Галины Григорьевны прекращается. То есть она просто должна уйти, покинуть свой гост, уводить администрацию тоже города Назарова, да, и разлагать все хозяйство города Назарова на председателя городского сессии. Ну, в повестке я ссуществовал документы, какие-то не направлены, но и вчера я получил, и такая повестка есть. Поэтому я, как бы, вот тоже такое решение по самоходу, но я не ожидал, что у нас... Давайте еще проверим, посмотрите, кто у нас едет. Сухарев. Сухарев, воприцательный совет депутата, да? Ну, тоже предложение же. Почему нет? Есть вы делегат, у нас правы имеют в отношении делегата. Делегат, да? Да. А вы представьтесь, ваше имя. Если вы не... Все знают, что Сухарев вырежет участок, он не чувствует, и я не чувствую, и я не чувствую, и я не чувствую, и делегат, и я не чувствую, и делегат понимал, почему Сухарев не может. Так, пожалуйста, Сергей Горькович. Уважаемый коллега, я участок в том числе города Назарова, и мы ждем возможности, когда депутатам обратимся с вопросом о границей депутата. А с результатом фокуса поднешиваем рекомендатуру на правшую наиборшую калинистовому. Сергей Горькович Сухарев и владельцы утруждающих. Значит, депутаты Красного Сырка, вы рассматриваете теперь, и готовы. И тема трех вопросов, а здесь вы знаете, что вы уже не знаете. То есть, какой вопрос? Николай Николаевич, готовы? Готовы. Значит, Николай Николаевич, еще нет. Готовы учиться список, да, для проведения процедуры Тайны Владцевой. Значит, пожалуйста, так. Самого выявления? Нет, предложение поступило. Значит, Николай Николаевич и Ефименко. Так, столкнице. Все знают, человек, все знают, благострируют. Так, еще какие будут предложения? Нет, это зашло. Тогда положим черту, две кандидатуры у нас есть. Значит, теперь переходим к процедуре голосования. Кто за том, чтобы включить великей для Тайного голосования, могут одежда на учмах? По мере движения, пожалуйста. Прошу, пожалуйста. Кто против? Кто разрешался? Понимается единогласно. Так, кто за то, чтобы включить великей для Тайного голосования кандидатуру? Ефименко Николаевич Николаевич? Кто против? Кто разрешался? Принимается? Едет в класс. Значит, далее. Я прошу. Значит, итак. Бюлитей для Тайного голосования внесены две кандидатуры. Первая кандидатура. Поль была нежна от Маркуса, и характер литература не бывает врачей не медко. Дверь к литературу.